Дорогие предные, хочу сразу сделать объявление. 14 числа августа в субботу у преданных Благовещенского будет джапа-ретрит, и они попросили Куру Махараджа прочитать с ними круг джапы, и у него будет возможность сделать это сразу после утренней лекции. Поэтому, кто желает, вы можете присоединиться к джапе с Куру Махараджем сразу после лекции 14 августа. Я еще напишу в чат. Would you start, please, Куру Махарадж? Okay. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Итак, мы читаем нектар преданности. Сегодня мы начнем главу 17, которая является первой главой, которая будет повествовать о бхава-бхахте, экстатической любви. До 14 главы мы с вами читали о бхава-бхахте, что значит практика преданного служения в соответствии с правилами и предписаниями. И глава 15 и глава 16 описывали о бхава-бхахте, спонтанное преданного служения. И глава 17 и глава 17 будут описывать бхава-бхахте, экстатическую любовь. А глава 19 будет посвящена бхава-бхахте. А глава 19 будет посвящена бхава-бхахте. Глава 17. Экстатическая любовь. Занимаясь регулируемым преданным служением, человек фактически поднимается на трансцендентную ступень, выходя из-под влияния гул материальной природы. Его сердце просветляется и становится подобным Солнцу. Солнце гораздо выше всех планетных систем, и никакие облака не способны его закрыть. Так и преданный, когда он становится чистым, как Солнце, его чистое сердце начинает излучать экстатическую любовь, более прекрасную, чем солнечный свет. Только тогда его привязанность к Кришне достигает совершенства. На этой стадии в преданном, охваченном экстатической любовью, стихийно возникает непреодолимое желание служить Господу. Это уровень уттаматхикари — совершенной преданности. Такого преданного больше не беспокоит материальной привязанности, и он целиком посвящает себя служению Радхи и Кришне. Итак, здесь нас вводят в понятие бхава-бхакти, и мы говорим, как это положение человека, который на платформе уттама-адхикари. Итак, здесь нас вводят в понятие бхава-бхакти, и тут мы понимаем, что бхава-бхакти на самом деле доступна для того, кто находится на уровне уттама-адхикари. И уттама-адхикари — это тот, кто обладает полной верой и знаниями, и тот, кто не привязан к материальным вещам. И уттама-адхикари — это показатель того, кто имеет глубокую привязанность к Радхи и Кришне. И тот, кто выходит на этот уровень преданного служения, — очень удачливая душа. Шрила Прабхупад begins the description by saying, «It's just like the sun can never be covered by any clouds». И Шрила Прабхупады начинает описание этого с примера с солнцем, и он говорит, что солнце никогда не может быть закрыто облаками. И с нашей точки зрения мы можем видеть, что солнце может быть закрыто облаками. Но с точки зрения солнца, облака не могут его покрыть. С нашей точки зрения, облака могут закрыть наше видение солнца, но они не могут закрыть само солнце. И преданные, которые выходят на этот уровень Баба-бхакти, они должны быть так же чисты, как и само солнце. И тогда их никогда не смогут закрыть облака материальной природы. Потому что их сердце переполнено мыслями о служении Божественной Чете Радхи и Кришне. И когда человек выходит на этот уровень, на самом деле это начало совершенства в сознании Кришны. И в таком состоянии человек горит желанием служить Радхи и Кришне. И так, в предшествующих главах были описаны признаки преданного служения и то, как заниматься преданным служением, используя свои нынешние чувства, чтобы постепенно достичь уровня экстатической спонтанной любви. Обсуждались также два вида преданного служения. Преданное служение в соответствии с регулирующими принципами и преданное служение в спонтанной любви. Регулируемое преданное служение бывает деятельным и результативным. Результативная стадия преданного служения называется Бабой, экстазом. В тантрах в связи с этим говорится, что экстаз является первым признаком проявления чистой любви к Личности Бога. На этой стадии человек иногда охватывает дрожь, и из глаз ему текут слезы. Эти симптомы появляются не всегда, а время от времени. Когда Дурвас Амуни поставил в затруднительное положение царя Амбаришу, тот стал думать о лотосных стопах Господа, и тотчас в его теле начали происходить переменные, и из глаз полились слезы. Это признаки экстаза. Они проявляются в том, что тело преданного охватывает дрожь, и из глаз его льются слезы. Проявившись внешне, эти признаки остаются в уме, и такой продолжающийся экстаз называют самадхи. Блаженство, испытываемое на этой ступени, становится для преданного стимула к дальнейшему развитию его любовных отношений с Кришной. Хорошо. Хорошо. Прабхупада объясняет, что мы обсуждали в предыдущих главах. И он говорит о том, как мы, используя свои нынешние чувства, можем постепенно выйти на уровень Баба-Бхакти. И Шрила Прабхупада говорит о двух видах преданного служения. Один из них – это преданное служение в соответствии с регулирующими принципами, и другой – это преданное служение в спонтанной любви. И когда мы начинаем практиковать, мы начинаем с принципов, и это преданное служение называется вайди-садана-бхакти. И когда мы практикуем вайди-садана-бхакти должным образом, правильно, то постепенно мы выходим на уровень спонтанной любви. И все это уже, обо всем этом уже говорилось ранее. И Шрила Прабхупада объясняет, что когда мы практикуем принципы регулированного преданного служения, то мы можем осуществлять это на двух уровнях. И первый признак называется бхакти или экстаза. И в священных писаниях объясняется, что экстаз является первым признаком проявления чистой любви к Кришне. И этот экстаз, который может ощутить преданное, он приходит в виде дрожи или слез, которые текут из его глаз. Но Шрила Прабхупада говорит нам, что эти симптомы проявляются не всегда, они могут проявляться время от времени. И затем Шрила Прабхупада приводит пример царя Амбариши, который попал в затруднительное положение из-за Дурвасы Муни. Дурвасы Муни пытался найти недостатки в царе Амбариши, которого очень уважали люди. А Дурвасы Муни был очень могущественным йоги и люди его боялись. И мы знаем, что есть такие гуру или саньяси, которые очень-очень могущественные. И люди боятся даже находиться рядом с ними. И Дурваса Муни был подобен вот такому вот саньяси, он мог даже проклинать людей. Но Махараш Амбариша, он был очень мягким и добрым человеком, и к тому же он был еще и царем, и он никогда не причинял вреда людям и не проклинал их. И поэтому все очень любили его. И Дурваса Муни поставил царям Амбаришу в затруднительное положение. И когда царем Амбариша оказался в этих трудностях, он начал просто вспоминать о лотосных стопах Господа. И поскольку он думал о лотосных стопах Господа, его тело начало претерпевать изменения. Появилась дрожь и из глаз полились слезы. И когда тело охватывает дрожь и из глаз льются слезы, это признаки экстаза. И в самом начале эти признаки проявляются внешне, и потом они остаются в уме. То есть внешне это проявляется как немного дрожи, немного некоторое количество слез из глаз. И потом эти признаки экстаза, они переходят в ум и продолжаются уже там. И это называется самадхи. Самадхи означает сконцентрированный ум, когда ум очень сосредоточен на мыслях о Кришне. И чтобы выйти на этот уровень, выход на этот уровень не является чем-то очень обычным. Это очень редкое состояние. И это становится причиной дальнейшему развитию отношений, любовных отношений с Кришной. Окей, пойдемте. Достичь стадии экстаза можно либо постоянно общаясь с чистыми преданными, либо по особой милости Кришны или чистого преданного Кришны. Как правило, экстатической стадии жизни достигают благодаря общению с чистыми преданными. Только в очень редких случаях человек достигает этой стадии по милости Кришны или его преданного. То есть, чтобы наверняка достичь стадии экстаза, нужно неукосительно следовать всем принципам предного служения в обществе преданных. Безусловно, в исключительных случаях это может произойти по особой милости Кришны И хотя нужно всегда на это надеяться, не следует сидеть, сложа руки в ожидании такой милости Ни в коем случае не следует пренебрегать своими обязанностями в преданном служении К примеру, иногда человек, не посещавший школу и не учившийся в университете, становится великим ученым И знаменитые университеты присывают ему почетные звания Однако это не значит, что нужно бросить школу и ждать, пока какой-нибудь университет присвоит нам почетное звание Подобно этому, мы должны неукоснительно следовать всем регулирующим принципам преданного служения И в то же время надеяться на благосклонность Кришны или его преданного Прабхупада продолжает нам описывать два пути, благодаря которым человек может прийти на уровень экстаза И один способ того, как можно достичь стадии экстаза, это очень хорошее общение Мы должны найти общение с чистыми преданными и постоянно их слушать И другой способ достичь экстатических отношений с Кришной Это милость Кришны, либо его чистого преданного И поэтому более привычным является достижение этой стадии Благодаря общению с чистыми преданными, поскольку достижение стадии экстаза Благодаря милости Кришны, это очень редкое явление И поэтому мы приглашаем, чтобы заниматься преданным служением В Ассоциации Девотеев И тогда они будут помогать нам, чтобы приехать на платформу экстаза Именно поэтому нас призывают заниматься преданным служением в обществе преданных И тогда мы придем к этой стадии экстаза Если мы остаемся в обществе преданных и слушаем их наставления, а если эти преданные не являются чистыми преданными, то их наставления являются правильными То тогда постепенно мы выйдем на уровень Баба Бхакти Но некоторые удачливые души могут получить особую милость Кришны Но мы не должны сидеть сложа руки в ожидании милости Кришны Мы должны заниматься преданным служением Если мы не слушаем и не повторяем и не занимаемся Бхакти-йогой, то мы не получим милость Кришны Мы должны заслужить милость Кришны, мы должны привлечь Его милость И способ привлечения милости Кришны – это преданное служение Иногда мы видим примеры людей, которые не посещали школу и не учились в университете Но тем не менее они получают какие-то почетные звания То есть знаменитые университеты призывают ему какое-то почетное звание Например, такой человек может никогда не ходить в колледж, в школу Но тем не менее университет или школа хочет отметить его выдающиеся заслуги, например, как великого художника или поэта И в Индии был такой очень знаменитый человек, в Бенгалии, Рабиндранат Тагур Он писал очень много книг, он написал очень много стихов И what university, sorry? Oxford И Oxfordский университет захотел дать им, присвоить ему почетное звание, почетную степень И мы можем подумать, ну, я тоже хочу получить почетное звание Oxfordского университета Но мы должны понимать, что это очень-очень редко Но мы должны понимать, что это очень-очень редко То есть мы должны сделать что-то такое очень выдающееся для мира, то есть привлечь внимание Оксфордского университета И только сделав это, мы сможем получить степень И в北ia в Тагу в Тагу в центре И как один человек даёт с ним работал в воде И он был работал и он просто свободен в воде И он смотрел на воду, и он павел в воде И он спустил на воду, на воде И он ducked от selfа Околко рукой, он справился на воде Онgraduate так быстро не смотрел где-то Он пришел на воду, что он улетел в воду И есть такая китайская история, как один человек работал в поле, и он увидел зайца, который очень быстро и стремительно бежал. Он бежал настолько быстро, что он врезался в дерево и сам сбил себя с ног. И этот человек подошел и взял этого зайца, приготовил его и съел. И человек подумал, ну мне теперь не придется работать, я буду просто сидеть около дерева и буду ждать, пока будут в него врезаться зайцы со всего маху. И он сидел около этого дерева день за днем, день за днем, но так ни один заяц не прибежал. То есть эта история в китайской культуре научит тому, чтобы не ждать тех вещей, которые случаются вокруг. И таким же самым образом мы не должны думать, ну я просто получу эту особую милость Кришны. Все мы можем поучить милость Господа, но тем не менее мы все должны прилагать усилия, просто продолжать заниматься, практиковать преданное служение. То есть должно быть и то и другое приложение усилий и подушевление получить милость Кришны. Поехали. И в следующем стихе Нарада подтверждает это, говоря, что слушая рассказы великих мудрецов, он постепенно развил себе любовь к Богу. Нарада так описывает это в первой песне Шрима Бхагаватам, 5.28. Началось с того, что в течение осеннего сезона дождей я проводил время в обществе великих мудрецов. Каждое утро и каждый вечер я слушал, как они пели мантру Харе Кришны, и сердце мое постепенно очистилось. Как только я стал слушать их с великим вниманием, я освободился от влияния гум материального невежества и страсти и утвердился в преданном служении Господу. И здесь Прабхупада приводит пример, как человек может выйти на уровень экстатической любви Бхаба-Бхактии. Благодаря исполнению регулирующих принципов преданного служения. То есть, другими словами, можно сказать, что это был не тот случай, когда пришла милость Господа. Это был тот случай, когда человек практиковал принципы преданного служения. И этот пример приводится в первой песне Шрима Адбхагава, там в пятой главе, где описывается жизнь Нарадамуни. И рассказывается о том, что в прошлой жизни Нарадамуни был сыном служанки, которая работала в каком-то гостевом. В первом доме, в который приходили великие мудрецы и жили там. И это был сезон дождей, как сейчас в Майпуре. Сейчас начался сезон дождей, и здесь осень, и обычно люди в это время не путешествуют. И в сезон дождей очень сложно путешествовать, поскольку дороги размываются, и поэтому люди, принимая во внимание эти неудобства, они предпочитают оставаться в каком-то одном месте. И, конечно же, как сейчас, это начало четыре месяца австерии. Мы в первом месяце австерии. Мы начали прошлой неделе. И начинаются четыре месяца аскезы. Они начались неделю назад, когда мы принимаем на себя какую-то небольшую аскезу, пытаемся как-то укротить свой язык, уменьшить, например, уменьшить прием пищи и увеличить воспевание. И Нарадамуни говорит о том, что когда он был маленьким мальчиком и помогал своей матери прислуживать гостям, и таким образом он занимался служением великим мудрецам. И он видел, чем они занимаются. Каждый вечер, каждое утро они пели мантру Харе Кришна. И он слушал их разговоры и обсуждения, как они делали. Как они обсуждали философию. И Нарадамуни говорит о том, что благодаря слушанию их разговоров, его сердце очистило от гун невежества и страсти. То есть, благодаря общению с этими преданными он получил вкус сознания Кришны. Он слушал их песни о Кришне и он привлекся к этому. И он слушал их разговоры и ему было очень интересно, о чем же они говорят. Это было начало Бхабы, его экстатической любви к Кришне. И Бхаба-бхакти, это не према-бхакти, это начало чистой любви к Кришне. И если человек продолжает слушать, то постепенно он выходит на уровень экстатической любви. И таким образом мы должны понять важность общения и внимательного слушания. И если мы занимаемся всеми этими видами деятельности, например, мы приходим в центр сознания Кришны, мы слушаем, воспеваем и занимаемся преданным служением, то тогда мы сможем выйти на уровень Баба-Бхакти. Это практический пример того, как просто общаясь с чистыми преданными, можно достичь уровня экстатической любви. Вот почему так важно постоянно общаться с чистыми преданными, которые по утрам и вечерам поют и повторяют мантру Харе Кришны. Это позволит человеку очистить сердце и развить в себе экстатическую любовь к Кришне. То есть, очень важным является общение с чистыми преданными. И чистые преданные – это значит тот, кто находится в сознании Кришны. They're chanting the holy name, they're discussing topics of Krishna. This is pure, pure devotee. Это те, кто повторяют святое имя, обсуждают тему, связанную с Кришной. Это и есть чистые преданные. Таким образом, мы должны общаться с этими людьми каждый день, утром и вечером, и это поможет нам стать сознающими Кришну. The morning and evening, it's like the practice of sadhana, it becomes like a routine schedule for us. But we should never think of it as routine, we shouldn't make it mechanical. We should take it very seriously and enter into the consciousness of developing love of Krishna. Утром и вечером – это как садhana, как наша ежедневная рутина. Но мы не должны делать это, считать это рутиной, не должны считать это чем-то механическим. Это то, что приведет нас, выведет нас на ступень сознания, Krishna. И если мы выйдем на этот уровень, то мы таким образом очистим свое сердце. Что значит очистить свое сердце? Это значит, что убрать из него всю страсть и невежество. Поехали. сердца своих слушателей. Но когда говорит человек, осознавший себя, занимающийся служением Господу, он способен пробудить стремление к духовной жизни в тех, кто его слушает. Поэтому так важно искать общество чистых, беспримесных, преданных, и в процессе общения с ними преданный неофит, безусловно, сможет развить в себе привязанность к верховной личности Бога, любовь к нему и преданность ему. Значит, прабху Падуска. Прабху Пада is quoting this important verse from the third canto, chapter 25, verse number 25, where Lord Kapila is instructing his mother Devahuti about bhakti-yoga. So Lord Kapila is telling his mother that when we hear the topics of Lord Krishna and the association of devotees, then we will experience the potency of devotional activities. The potency of hearing and chanting in the association of devotees is that we will awaken attachment for the spiritual nature of the Lord. The words of the devotee will act on the heart of the audience. We will be able to feel the potency, our mind will be captivated, we will become absorbed in thinking and hearing what is being said. On the other hand, if we hear from somebody who is just a professional speaker, it will not have the same effect. The professional reciter, he may be very expert in reciting, and he may be very dramatic, he may be very humorous, but it will not purify the heart. But if we hear from somebody who has actually realized the subject matter, and who is not just simply speaking, but who actually practices what he speaks, then it will have effect. Prabhupada gives the example just like if you have an injection, you know, we give someone the injection, you inject the arm, so the effect of the injection, it goes right through the whole body. So in the same way, when a devotee is speaking, he can actually put, he can inject spiritual life into the audience. When the pure devotee is speaking. Yeah, when the pure devotee is speaking. The professional reciter, his motivation is simply, he's thinking about his own material benefit. So he wants to please the audience. So he will not say anything which may challenge their beliefs. to those who listen to him. We have seen such people that how they will address the audience, they will never say, oh, you have to follow rules and regulations, you have to stop eating meat, you have to stop this, you have to stop. They will never say that. They will simply say, yes, you have to, well, they will simply speak with some Krishna pastimes. They may talk about gopis, they may talk about cowherd boys and so on. They will talk, they will make it very humorous and very pleasing. And they can also make it very dramatic. They are very well trained. They can also cry. They can also display ecstatic symptoms to the audience. And those audiences who are not trained, they will be impressed. They will think, oh, he's a great devotee. Oh, he's got so much ecstasy in his love for Krishna. But it can be a performance. It cannot, it's not necessarily genuine. So, we have to be very careful. So, we have to seek the association of people who are genuine devotees. means devotees who have no material desires. We are not interested in their own profit or adoration or distinction. So, if we want, if we have a genuine desire to come to the level of asakti and bhava and prema, we have to follow, we have to get the association of good devotees. Okay, go ahead. Yes. Yes, this is a very interesting example. First of all, we are told that there was a neophyte devotee, means a new devotee who is not very advanced. But she genuinely desired to come to the platform of ecstatic love for Krishna. So, she danced all night to get Krishna's special mercy. So, we see how both examples are there in the scriptures. We had Narada Muni as the example of someone who followed the regulative principles. And now we have the example of the lady dancing all night. And she got special mercy of Krishna. Go ahead. ... Was that good? И это очень-очень редкий случай, когда люди получают преданность Кришне без какой-либо причины на это. То есть они до этого не занимались никаким преданным служением, но внезапно они получают это отношение в преданности. Так что Прабхупада говорит, что это почти как случайное развитие в человеке. И Прабхупада называет это внезапное, беспричинное развитие, случайное развитие в человеке в Бабхупаде. Но Пабхупада будет анализировать это, соответственно, о ваших оборудовании. информацию. Рупа Госвами объяснил, что вера Кришна в три разных методах. Один из-за говорить, другой из-за гланса, и другой из-за хорошей желания. Развитие в человеке этих экстатических эмоций, вызванное беспричиной милостью Кришны, может быть трех видов. Милость может не зайти на человека от слов, от взгляда и от благого пожелания. So, we see it's being analyzed. How is it these people have suddenly developed so much attraction for devotional service? So, it's through the causeless mercy of Кришна or Кришна's devotees. Causeless mercy a devotee asked Prabhupada what does it mean causeless mercy? So, Prabhupada gave an example. He said, just like somebody comes and they put their hand in your chest and in their hand they're holding a big bundle of money and they say here take it this is for you. So, this doesn't happen very often. Somebody will come and put a million dollars in your chest and say here take it this is for you. Did it ever happen to you? Never happened to me. I don't know about you. But we should understand it's possible it's possible it's not rare it's not common of course we know it's very very special but it is possible. So in the same way we're going to hear different ways in which one can get the mercy of Krishna. So I think that's a good place to stop today. And we will go on from there next week and hear about how we can get the special mercy of Krishna or Krishna's devotees. One way is speaking another is simply by glancing and the other is by good wishes. and one is through words and the way through the eyes and the way through Спасибо за глубокую лекцию и раскрытие важной темы. Кажется, в прошлой лекции вы говорили, что наша садхана, то, что дал нам Господь читание, через ачарь и через ачарь и через ачарь и прохпаду, это и есть рогануга. Дальше. Следуя строго этим наставлениям, садхане, это можно сказать уже рогануга. Этого достаточно, чтобы достигнуть стиха 4.9 «Гиана карма чани динья, маваю ветви татва даха» и так далее. Багавадгиты, чтобы оставить этот материальный мир и больше сюда не возвращаться. Достичь рогануги, чтобы были признаки экстаза в теле, а потом в уме это высокий уровень, трудность достижим. Нужно пройти на артвеневрити на 100%, а это непросто. Это как завершение, вопрос посередине. Спасибо. Спасибо. Рогануга. а это уже это в нах в 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 так world and never come back here yeah is this enough to leave this material world and never come back is this enough this meaning bhava bhakti for just following strictly strictly instructions and sadhana is already raganuga is it enough to achieve this yes absolutely it's enough even one devotee he said to prabhapad he said you know shila prabhapad i find it difficult to think of krishna in my mind but he said i'm following the principles and every day i do my chanting he said but i find it very difficult to think of krishna so shila prabhapad told him you continue to follow the principles and continue to chant and at the end of life krishna will force himself into your mind and take you back to godhead даже ты преданный один сказал shila prabhapad мне очень сложно постоянно думать о кришне но я соблюдаю регулирующие принципы и повторяю свои круги и и тогда в конце жизни krishna придет и сам войдет в твой ум one of shila prabhapad's very senior disciples was his holiness bhakti svirup damadhar maharaj he was a phd in organic chemistry and prabhapad asked him to preach to the scientists so prabhapad wanted that he said he would preach that life comes from life not from chemicals and prabhapad wanted bhakti svirup damadhar maharaj to dedicate his life to this preaching and to convincing the scientists about this И Шила Прабхупадаш хотел, чтобы Бхакти Сварупа Дамодар Махарадж посвятил всю свою жизнь проповеди того, что жизнь происходит из жизни, а не из каких-то, не создается из каких-то физических, химических элементов. И он хотел, чтобы Бхакти Сварупа Дамодар Махарадж убедил ученых в этом. Бхакти Сварупа Дамодар Махарадж was thinking that, well, what about my rasa with Krishna? Shouldn't I know, shouldn't I be more concerned about understanding my rasa with Krishna? Бхакти Сварупа Дамодар Махарадж спросил, разве я не должен больше беспокоиться о моей расе с Krishna, о моих отношениях с Krishna? И Шила Прабхупада сказал, что тебе нужно проповедовать этим ученым о том, что жизнь происходит из жизни. И тогда Кришна проявит твою расу. И Шила Прабхупада очень беспокоился о том, что вы все преданные были заняты в проповеди. И он хотел, чтобы повсюду в мире были организованы центры, которые бы занимались проповедью. И он не хотел, чтобы мы становились просто сахаджими, которые бы сидели, повторяли святое имя и обсуждали Кришна Лилу. И мы никогда не видели, чтобы Шила Прабхупада просто сидел и воспевал. Он проповедовал до своего последнего вздоха. Потому что Прабхупада видел много деградаций и отклонений, которые шли под... под флагом святого имени. И Прабхупада не хотел, чтобы движение сознания Кришны подвергалось такому влиянию. Он проповедовал до того, чтобы uz be found. И это loss-то. И это самый сильный момент. И это... Освободный момент. я влияли на дмитрия маджи ваш вопрос пожалуйста арик лишь на помощь июна да давайте хари кришна гуру махарадж и дорогие преданные примите мои смиренные поклонны вся слава шриле праппупаде некоторые преданные после многих лет сознания кришны так и не испытывают никаких эмоций при этом обслужении у них не развивается любви кришне и непривязанности к служению и к преданным это значит что они что-то неправильно в их сатане спасибо хари кришна гуру махараджи нир-девозийстика махара безис и салорист ащу про пан Если они продолжают повторять святое имя и продолжают заниматься садханой, то это очень хорошо. Люди, у которых что-то не так с садханой, они хотят ее просто прекратить. И кто-то может чувствовать от этого какой-то экстаз, а кто-то нет, и это все зависит от Кришны, это не так важно. И некоторым преданным не нравится экстаз, поскольку это разрушает их преданное служение. И поэтому мы не должны как-то судить и осуждать преданное служение других людей, потому что мы не знаем их внутреннего сознания, то, что находится у них внутри. И внутренне человек может быть очень-очень возвышенным, а внешне он этого не показывает. Но если вы видите, что кто-то год за годом продолжает заниматься преданным служением, это значит, что этот человек очень силен в нем, и вы должны предлагать ему свои поклоны и брать пыль с его стоп. Елена Матриджи, у вас вопрос, пожалуйста. А слышно меня, Харе Кришна? Сейчас, сейчас слышно. Харе Кришна, Гуру Махараш, дорогие преданные, примите, пожалуйста, мои поклоны. В лекции вы сказали, что важно утром и вечером общаться с чистыми преданными. Как это нужно делать и как делать это качественно, чтобы был тот эффект, о котором мы сегодня слушали? Спасибо. Харе Кришна, Гуру Махараш, dear devotees, please accept my humble obeisances. Вы говорили, что это очень важно, чтобы присутствовать с чистыми преданными в часах и в вечеринках. Как это должно быть сделано и как это делать с качеством, чтобы был эффект, что мы слушали сегодня. Спасибо. И мы слушаем чистых преданных. Когда они читают лекции, и также мы вместе с ними воспеваем святое имя, то есть мы участвуем в киртанах, которые они ведут. И общение, это значит воспевание святого имени, а также обсуждение тем, связанных с Кришной, то есть когда мы делимся этими темами друг с другом. И мы извлекаем какое-то благо из общения с ними, когда задаем подходящие вопросы, касающиеся тем, связанных с Кришной. А также благодаря воспеванию и тому, что мы танцуем вместе с ними. Господь Чайтанья, Господь Чайтанья, большую важность придавал танцу. One of the very, very great devotees, associates of Lord Chaitanya, was Vakreshwara Pandit. And it said he could dance 72 hours non-stop. So he was one of the very most intimate associates of Sri Chaitanya Mahatrabhu. And he would always dance. He loved to dance. And Lord Chaitanya, we read also, how he was also dancing everywhere. Even though he was maybe sometimes just on his own, he would be chanting and dancing. And it was very close to God. And it was very close to God Chaitanya. And he loved to dance. And he danced everywhere. And the same thing did God Chaitanya. He always danced everywhere. Он даже танцевал, а сам один по себе просто напевая Харе Кришну. Чайтанья Mahatrabhu went to Benares. He was chanting on his own. He was alone. He was going through the streets of Benares, chanting and dancing. The Mayavadi philosophers, they condemned him. They said he's just a sentimentalist. He takes everything very cheap. He's not a genuine Sanyasi. He's got some mystic power. So they did not understand the real potency of Lord Chaitanya Mahatrabhu. How he can give Krishna consciousness to everyone. Just by dancing and chanting. So this is how we associate with pure devotees. We also serve, give service to the devotees. We serve their needs, whatever they may require. Give them a nice sitting place. Sometimes bring water for them. Sometimes serve food to them. So by doing some little service for the pure devotees, it gives us the great blessings that we can also advance in Christianity. So by doing some little service for the pure devotees, it gives us the great blessings that we can also advance in Christianity. So we should be eager to get service. So we should be eager to get service. Any service, whatever minial service we can. Yes. Next question. Александр Прабул, пожалуйста. Thank you. 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 Yes. We should not judge a person's spiritual advancement simply by the color of his cloth. Yes. We should not judge a person's spiritual development just by the color of his clothes. Drillabhaktivinoda Takkur was never in saffron cloth, but he is considered to be the seventh Goswami. Бхакти Винода Такура никогда не носил шафрановой одежды, но его считали седьмым Госвадом. Бхакти Винода Такура была жена и тринадцать детей, у него была семья, но тем не менее его считали очень отреченным. Потому что он посвятил все служение Кришне, и вся жизнь, каждое ее мгновение было посвящено и задействовано в сознании Кришны. Вы можете видеть книги, которые написал Бхаджаны, песни, которые он написал. Так что Шрила Бхакти Садданта Сарасатти also warns us that saffron dress indicates that one is still in the material world. And white is actually the color of the Paramahamsas, those who are free from the material world. И Бхакти Садданта Сарасвази Дакур говорил, что шафран это цвет тех, кто находится в материальном мире, а на самом деле белый цвет это цвет Paramahamsas, который находится в мире духовном. То есть недостаточно просто смотреть на цвет одежды человека, мы должны его услышать. И как только человек начинает говорить, мы можем понять, каков же на самом деле его духовный уровень. И человек может быть одет очень привлекательно, очень красиво, но при этом он может говорить какую-то ерунду. И кто-то может быть саньяси, а кто-то может быть духовным учителем со множеством учеников, но это никоим образом. Не показывает его уровень духовного развития. Some spiritual masters are kanista, they may be on the level of kanista, some may be madhyam, and some may be uttama. So different spiritual masters can be on all different levels. То есть различные учителя могут находиться на разных уровнях. Кто-то может, какой-то учитель может находиться на уровне kanista, кто-то на уровне madhyam, а кто-то на уровне uttama. То есть мы должны быть очень внимательны и не судить людей так быстро, опрометчиво. И нам необходимо хорошее общение. Хорошее общение – это значит, что человек посвятил всю свою жизнь служению Кришне. Не МONGunde перемещались. Любая collectivация и намного финансов Lo To be помогает им созданию, если бизнесmek授чет, дляностиidade, простина они будут оцени注 αυτيل 5-1-2, ものétoma, они будут оцениваться, они будут оцениваться тем cotton, что будут оцениваться с вопросами, они будут оцениваться с ноутбук. Кто-то ищет благо для себя, кому-то нужны деньги, кто-то ищет последователей, кому-то интересны какие-то материальные выгоды, но это все не очень хорошо. В то же время, они могут сказать, ну, я должен получить все, чтобы развивать нашу Кришна-кончисность, я должен иметь деньги, я должен иметь какие-то деньги, чтобы купить строительство или развивать храм, который мы имеем. Я не имею денег, поэтому я нужна помощь. Так что они могут быть опытащатся за помощь. Но, например, иногда, когда люди могут сказать, например, мне нужны деньги для того, чтобы поддерживать храм, для того, чтобы развивать его, для того, чтобы проповедовать. То есть им нужны какие-то финансы для поддержки. Но мы никогда не видели, чтобы Шрила Прабхупада сам лично как-то просил у людей деньги. То есть он всегда говорил своим ученикам, пойдите и попросите у него деньги за книги, либо продайте книги тому-то, либо попросите того-то стать нашим пожизненным членом. Но Прабхупада, лично, сам Прабхупада таких вещей не делал. Но лично сам Прабхупада таких вещей не делал. Иногда девоты думали, что Прабхупада, может быть, вы должны спросить им, Прабхупада, вы должны спросить, если вы их спросите, то они не прекратятся. Но Прабхупада сказал, если я их попрошу и они откажутся, то это для них будет не очень хорошо. Прабхупада сказал, что Прабхупада сказал, поэтому я не прошу лучше бы их попросить об этом. Прабхупада сказал, что Прабхупада очень сильно зависел от Кришны. когда Прабхупада поехал в Америку абсолютно без денег, то Кришна его обеспечивал. И это было сложно, это приносило какие-то страдания, особенно в самом начале. Но постепенно Кришна послал ему все, что ему было необходимо. Прабхупада положил больше усилий в проповеди, чем в собирании денег и коллекционировании собственности. Но если Шрила Прабхупада видел какую-то возможность приобрести хорошую собственность, он всегда воодушевлял преданных, идите и купите ее. Попытайтесь ее приобрести. Прабхупада сказал, что если мы стараемся более искренне, то... Прабхупада сказал, что если мы стараемся более искренне, то... это становится благом для нашего сообщества, для храма, для собственности. Прабхупада сказал, что если Шрила Прабхупада хотел приехать в мой город, то... А где была бы тогда программа, есть ли в этом городе храм и где Шрила Прабхупада будет говорить? Прабхупада. 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 И мы видим, что Бхакти Сиддханта Кур больше проповедовал перед обычными людьми, перед какими-то общинами в деревнях или еще где-то. И мы видим, что Бхакти Сиддханта уже проповедовал в храмах, потому что он больше проповедовал в городах. И, конечно же, у вас, если вы живете в городе, у вас должно быть какое-то место, где вы все проводите, поскольку люди, когда спрашивают, где вы находитесь, то есть у вас должно быть место, вы не можете сказать, ну, вообще, обычно мы собираемся под деревом, в парке. И тогда, в таком случае, тогда люди не будут вас принимать всерьез. Поэтому мы должны проявлять большую осознанность ради того, чтобы удовлетворить Шри Прабхупаду и Ачари. Конечно, мы хотим развить любовь к Кришне. Конечно, мы хотим развить любовь к Кришне. Но, знаешь, если вы просто сидите под деревом, то вы не привлечете много людей в храм. Но если у вас будет замечательный храм, то люди будут больше склонны приходить туда и слушать. И поэтому некоторые преданные берут на себя ответственность, чтобы приобретать какую-то такую хорошую собственность, где бы были храмы Кришны. И мы очень ценим тех преданных, которые прилагают усилия и отдают свое время для того, чтобы облагородить, сделать прекрасными храмы Кришны. Но, конечно, в основании храма, учреждение храма – это лишь начало. Вам необходимо продолжение, вам нужны там люди. И это требует много усилий, много работы, много решимости. И даже в Индии, где люди уже знают о Кришне, где люди являются хинду, не так-то их легко привлечь в храм. И, конечно же, в других местах это сделать еще сложнее. Окей. Next question. Александр, пробуй ваш вопрос, пожалуйста. Почитаю. Харе Кришна, ваше святейшество, правильно ли я понял? Вы сказали, что если человек проповедует, но не следует, не имеет глубокой веры, то его проповедь не будет иметь силы. Должен ли проповедовать о Кришне, о Кришне неофит, либо он может говорить лишь о гумнах, карме, реинкарнации, о правилах, ритуалах, принципах и так далее. Харе Кресне, о�ше, разум. Харе Кришне, я понял, как правильно. Ты корпусам, если он проживает, но он не имеет глубокие веры, а то он будет иметь силы, но он будет иметь силу. Он имеет глубокие веры, поэтому он не имеет глубокие веры, но он будет иметь неспособность. about shri krishna or can he only talk about the goodness karma reincarnation rules and rituals principles and etc well we can preach about everything yeah we have to preach but of course we like to somehow or other in the beginning we need to get people attached to krishna generally we find that in the beginning it's best to encourage people in kirtan and in taking prasada you want to bring people to krishna consciousness you want to have good kirtan and you want to have good prasad and you need to also make a friendly atmosphere you have to cultivate some relationship with people people want to be with friends they want to enjoy the company they want to enjoy the company the association of other people shrila prabhupada could sit for hours with the devotees and talk to them and answer the questions and tell them about krishna people were amazed you know the prophet had so much knowledge and he was so perfect in everything he did so it was shrila prabhupada who attracted people himself because he cared about people he wanted to he cared about them he wanted to help them and people he he uh sorry he attracted people to himself yes yeah prabhupada would make it easy for people to be attracted to krishna consciousness and so people became very much dedicated to prabhupada and they wanted to be with him they wanted to serve him and they trusted prabhupada they believed everything he said and they had faith in him when prabhupada if prabhupada would tell them that you don't get married then they would do it and if he told somebody else you should get married they would get married so they had that full trust they were really surrendered to prabhupada and when prabhupada sent them to foreign countries they also went they went there to establish И когда Шрила Прабхупада отправлял преданных в другие страны, они распространяют сознание Кришны, и они, конечно же, следовали Его наставлениям. Следующая вопрос. Елена Матаджи, ваш вопрос, пожалуйста. Шрила Прабхупада, для нас пример. Расскажите, пожалуйста, нам нужно стремиться стать похожим на него или оставаться собой и служить своему духовному учителю? Спасибо. The question is, Шрила Прабхупада is an example for us. Do we need to strive to become like him or just to remain ourselves and serve our spiritual teacher? Well, we don't want to just simply remain ourself. We want to improve ourself. We do want to become a better person. Мы не должны оставаться собой. Мы должны развиваться. Мы должны стараться стать лучшей версией себя. We should recognize our own faults and our own limitations and try to become a better person by devotional service. То есть мы должны понимать свои недостатки, свои ограничения и благодаря предному служению стараться стать более лучшей версией себя. И чем больше мы чувствуем связь с Кришной и с ученической преемственностью, чем больше мы думаем о Шриле Прабхупаде, о преследствующих ачарях, о ученической преемственности, тем больше это нас очищает. We may have some instructions from the spiritual teachers. Then we do want to think about these instructions and try our best to follow them. And if there are some special instructions from the spiritual teachers, then we apply all the efforts to fulfill them. But certainly there should be some changes. Becoming a devotee, we won't be quite the same. We're going to change. Just like before you're a devotee, before becoming a devotee, you would have your hair hanging untied, you know, over your shoulders. And maybe you're dressing in, you know, some scanty clothes, you know, not so chaste. But after becoming a devotee, then it should be different, you know, our hair should be tied up or covered. And we should cover our body also. So there will be some changes. So there will be some changes. Yeah, so just like Prabhupada gave the example, he said, just like a woman, when she's single, and after she gets married, she'll be different. There will be a change. Like, although she's the same person, but still with some differences there, because she's a married woman now. And so she's not going to be so free to just go around with her friends the way she would be for as a single woman. Because now she has a husband, she has some kind of commitments, and it's going to be different. And Shila Prabhupada приводил пример замужней женщины. То есть она уже, когда женщина до замужества и после вступления в брак, для неё начинается разная жизнь. То есть она уже не может, как до замужества, встречаться со своими друзьями и делать всё то, что она хочет. Замужество – это для неё принятие определённых обязательств. So, similarly, becoming a devotee, there will be a difference, some changes in our life. We're committed to Krishna consciousness, we've made some commitments. We don't just go anywhere and everywhere, we don't go drinking and partying, we don't go socialising so much with people who are not devotees. We have to be a bit more cautious about where we go and who we meet with. То же самое происходит и когда мы практикуем, начинаем практиковать сознание Кришны, наша жизнь должна измениться, то есть мы принимаем на себя определённые обязательства. Мы не ходим уже в те места, которые ходили до этого, например. Мы не ходим на какие-то вечеринки, не пьём, мы не общаемся с теми людьми, которые не являются преданными. Угу. You understand? Вот этот момент понятен. Да, да, спасибо, Харе Кришна. Да, спасибо, Харе Кришна. Спасибо, Харе Кришна. Одна еще вопроса из Бенчарта. Харе Кришна, правильно ли я понимаю, что по приказу Гуру слова проповедника обретают силу? Харе Кришна, я не понимаю, что по приказу Гуру слова проповедника обретают силу? Ну, он говорит, что по приказу Гуру слова проповедника, что он повторяет то, что переходит по цепи ученической преемственности. И он также должен практиковать сам то, о чем он проповедует. Некоторые люди могут проповедовать, но они не практикуют это. А некоторые практикуют, но не проповедуют. Но тот, кто проповедует, он должен это практиковать, тогда будет сила. И то, что он проповедует, это должно быть то, что он услышал от его духовных наставников. Авторитетов. Окей, да. Есть ли еще дорогие преданные вопросы? Тогда мы сегодня здесь остановимся. Спасибо всем, дорогие преданные, за ваши вопросы, за вашу участие. Я надеюсь, я желаю вам очень хорошей недели в сознании. Кришны. Спасибо. Сив rational правопад,чи. Чай. 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 Горьба. Горьба. Т prayer? Чай. Чай. Арикишна.